У нас есть абиссин. Помимо толстушки Джей. Точнее, абиссинка. Такая маленькая. Абиссинка по имени Кася. Она сколько ей лет? Ну, около пяти. Она за пять лет не выросла, не увеличилась и весит килограмм. Не килограмм, а на два. Полтора. Два киломона. Поэтому у нас равновесие. Малышка как бы большая, а Кася маленькая. Если их вместе соединить, то получается баланс. Но в них есть существенное различие. Джей очень добродушная собака и за всю жизнь никого не укусила. А Кася, она просто тигр. Да, и мы сейчас хотим обсудить. Может быть, просто интересно, у кого-то может есть тоже абиссинцы или кошки, у которых проявляется зооагрессия. Она не всегда была агрессивной. Не надо, она сейчас будет. Она не всегда была агрессивная. То есть, это появилось именно после того, как мы ее стерилизовали, наверное. Ну, я так предполагаю. И вот она ушла. А зачем ты ее отпустил? Позови ее. Кася. И вот она ушла. Вот у нас абиссинца все время вот так. Она уходит. И приходит только, когда мы приходим на кухню. Когда мы брали ее, был ласковый котенок. То есть, она лежала на коленках. Она всячески проявляла свою любовь. Ну, все, как ведут себя кошки. Играла. Она переедает. Постоянно голодная. Не знаю, в интернет я залезла, почитала, что у многих кошек... Она не переедает, она просто очень быстро ест. Нет, и она голодная всегда. Сколько ты ей не дай, она всегда хочет жрать. Постоянно. И что... Как проявляется ее агрессия? Она шипит постоянно. Она шипит на всех и всегда. И у нее, как у рыбки Дори, то есть, она может пошипеть, а через секунду уже подойти. Но все гости, которые... Да, добегает до конца кухни, разворачивается и идет обратно. Как будто ничего и не было. А тут, при том, она еще не получила миску еды. Ты ей вот подносишь, она на тебя шипит. И убегает. И сама убегает. И все. Потом возвращается, а ты опять начинаешь ей ставить миску. Но никому из гостей она, приходящих к нам, ни разу не подходила. Она шипит, бросается, плюется. И ведет себя очень агрессивно. За 2 килограмма плюются. Она даже в малышку плевалась. И из-под столика что-то там ей не понравилось. При том, Джей, ты без разницы, что в нее плюют, там кусают. И мы ее за это не наказываем. Но стараемся не реагировать и не обращать внимания. Но, в общем-то, мне это очень надоело. Я решила полезть, поискать про агрессию и обеситься. И мы решили приготовить из нее суп. Как я случайно наткнулась на статью зоопсихолога и зоокорректора поведения. Я не очень в это верю. Не знаю, насколько это эффективно. Отдавайте. Какого-то опыт напишите нам в комментариях. И помогло ли это вообще? Просто мне кажется, это ерунда. Как человек постоянно должен с тобой находиться, чтобы корректировать поведение животного? Но, вообще, психолог, как мне кажется, что даже со стороны людей, это тоже такая немного относительная история, что в большинстве случаев человек как бы может сам с этим разобраться. А по чужому животному, вот что он может нам сказать? Мне кажется, что вы ведете неправильно. Вы ее бьете. Да, а что вы едите? Вот вас сажаем на полную диету. Только, значит, молоко и вареные овощи. А там посмотрим, знаете, какашки и пересюльки. Так, ну, я этого зоопсихолога, меня заинтересовала, почему? Потому что она заметила, что за последнее время к ней обращаются клиенты, и 50% из них именно с абиссинскими кошками. Вот поэтому меня заинтересовала эта статья, что за последнее время очень много абиссинцев так себя ведут, хотя на самом деле это кошка-компаньон, и это не в ее характере вообще вот так проявлять агрессию, что они могут бросаться на хозяев. И как она для себя подметила, это зачастую происходит, когда кошке 4-5 лет, и когда ее кастрируют, или когда она остается одна. А мы кащу... Это называется, когда у нее был пережит какой-то стресс. Да. Это не обязательно. Когда она стрессанула. И у нас было такое, что мы ее кастрировали, стерилизовали, потому что, ну, я считаю, что... А зачем кошке мучиться? Они живут, испытывают потребность, что ей надо рожать, ей надо на улицу, это бесконечный орн ночной. Задранная жопа. Да, зачем мне это испытывать? А, допустим, нашим кошкам не помогали эти таблетки от... А соседи еще говорили, что у них абоссальные двери были уличные, потому что у них дома кошка, которая как бы тут с жопой и ходит, а коты бегают по улице и опрыскают, мол, что, мы готовы, давай, выходи, слышь? Да, гулять. Поэтому мы еще против абоссальные двери решили. То есть, кащу мы стерилизовали, и у нас был период, когда нам не с кем было оставлять животных при отъездах, и мы отдавали их в зоогостиницы, хорошие, проверенные. И, возможно, я не знаю, может, это был очень для нее сильный стресс, потому что другая наша кошка, ориентал, она абсолютно нормально как-то это переносила. Ну, просто абоссальные кресла, кровати. Все нормально. Это сейчас мы можем попросить маму остаться, но, опять же, иногда так получается. После пару раз мы решили, что пускай они остаются дома и просили уже, чтобы к ним приходить. Ну, мне кажется, это одинаково, если человек придет на 15 минут покормить, и то, что отдавать в зоогостиницу. Не знаю, может, то, что они... Ну, смены места, знаешь. Ну, может, смены места. И куда-то возят. Ну, просто, мне кажется, когда в зоогостинице, там намного чаще к ним внимание проявляют, чем дома на 5 минут. Ой, это то же самое. Они зашли, покормили и ушли. Что они будут с каждой кошкой там сидеть, у них немеренно кушать. Ну, и, в общем, я не знаю, как поступать с собой, брать вообще никак не вариант. Особенно, когда мы в Мексику полетели. Не будешь брать кошку, когда 15 часов летишь. Да, и летишь. А мы потом там шлялись туда-обратно, мы 5000 километров на машине проехали. Хотя мне один товарищ в комментариях написал, «Ох, 5000 километров!» «Я 10 проехал!» Я говорю, ну, и выложил бы хотя бы одну фотографию. Вот, и такой вот вопрос. Кто сталкивался с агрессией кошек, ну, неважно, обессильцев или нет, которая проявилась внезапно, то есть ее не было сначала, кто обращался к зоопсихологам или зоокорректорам, насколько это помогло, и насколько вы в это верите. Потому что сейчас тоже каждый второй покупает бумажку и называет себя психологом. Но это не верить, а есть ли тогда... Результаты, да. ...у вас какие-то проверенные психологи? То, что я читала, предлагают давать кошкам какой-нибудь там успокоительный код, баюн или что-то, чтобы утихомирить ее. Мне кажется, это тоже не выход травить ее постоянно каким-то лекарствами. Это как химическая кастрация. От того, что у него не стоит, это не значит, что в голове он на это не хочет. И что делать, если кошка постоянно находится в оппозиции, постоянно у нее вот в голове, что ей нужно, при том, что непонятно, что это провоцирует, что к этому приводит. Ну, у нее уже на автопилоте стало. Она практически все время стартует со звуком... Может быть, это у нее резкий старт, она играет в машинку эту ускоренную. Пробегая мимо Айза, она все время шипит. При том, что, когда они остаются вдвоем, зачастую Кася нападает на Айзу. Она там просто ее цепляет. И напрыгивает, и Айза в целом проигрывает. Хотя Айза по весу ее в три раза тяжелее. Она, то есть, бронепоезд такой. Вот тарактик. Но это бывает очень редко, и только на кухне. Потому что здесь есть еда. Это... Ну, ладно. На счет? Да. Спасибо. Ждем ваши комментарии на тему кошачьей агрессии. Наридь, какая милая кошечка. Да, Кася? И до сих пор у Кася осталась привычка мять мамку. Она каждый раз садится на Сашку и начинает ее наминать. С когтями, до ноги. Такая мамка, дай молока. Что-то ты чешевеляет, короче. Еды лучше дай. Еды. Очень вкусная тарактей. Не, все. Сахалась в гостях. Еды. Еды.